приветствую всех сегодня 23 июля понедельник время где-то 4 часа дня мы добрались до леса кому интересно могут прогуляться по лесу не обещаю ничего особенного попадается земляника лес у нас вот такой и другого здесь нет кому хочется посмотреть такую нежную красивую природу как в карпатах как в европе это не ко мне пожалуйста может быть кто-то неправильно понимает концепцию моего канала я просто люблю природу здесь вы не увидите никаких латинских названий грибов здесь вы не увидите красить красивого ничего я и так выбираю что вам поснимать там цветочки стебелечки и я не эксперт там не сказали что вот там я корч я никакой не эксперт я хожу говорю чем не придет на сердце канал не научно популярный я не преследую такой цели ну грибов у нас в этом лесу нет сейчас пойдем другой лес здесь не ядовитых никаких часть я зайду вот в этот грибов лес и вот опять же почему не беру не берем чужих людей потому что тоже то же самое чувство вины испытывать не хочется что вот взяли людей а грибов нету я просто люблю лес это как мое родное существо какое-то хоть он какой но здесь я себя чувствую лучше чем среди людей вот грузди вот ну естественно что червивый такой большой груздевник мы пришли в груздевник о какой груздевник классный но все червивые стопудово конечно же червивые поздновато эти все червивые а а такой груздевник большой черные грузди мой сколько здесь миллионы но вот опоздали на несколько дней эти все червивые а так бы целая банка было бы ну вот грузди есть но червивые сожалению так ничего все все червивые переростки ну опоздали мы сюда вот видите это тоже плохие все белый груздь вот белый грузди много белые вроде хорошие попадают и много плохих синявка хорошая синявка возьму еще одна червивая да такие вот мы горе грибники мы берем синявки вот еще синявочка хотя бы синявок набрать жареха без синявок не жареха они хрусткие такие у них свой аромат когда люди говорят что не берут синявки конечно если вы в тайгу далеко поехали растрясете их там нас ночевка если но я донесу их аккуратно до дому их можно просто в сушилку на сухо их почить так это грязь убрать и в сушилку убрать они сохнут быстро особенно вот такая погода сухая как сегодня яичко и рассыпалась прямо в руках так сейчас хотим пройти насквозь и проверить маслята в сосничке осторожно идти надо под ногами палки разные ну вот грибы есть правда из груздей я не взяла ни одного все червивые и белые и черные пара лисичек и несколько синявок сыроежек ну и кульбики пошли один взяли маленький кульбики мы берем только самые красивые потому что у нас их тут миллиарды это кульбочные места это значит валуи у нас они называются кульбики люди вот тоже говорят ой кульбики а когда у нас попробуют так вкусно только так едят как их солить у меня рецепт есть на канале кто хочет засолить кульбики знаете такая шуточная загадка бывают ли грибы выше деревьев да бывают там где карликовые березы грибы то вырастают нормальных размеров в тундре увидела полезла за ягодкой а увидела гриб ну опять же синявку такую наверное на а и кульбончики ну как хорошо что я залезла сюда так это ладно возьму она на вид то не очень а очень такая крепкая кульбики собирать лучше ой там сколько их плантация лучше отдельно в пакетик чистенько их собираете чтобы они не задевали за обычные нормальные грибы вот и потом сразу их вываливаете в кастрюлю вот с такой с дыркой мы не берем хотя он нормальный но просто мы берем такие красивенькие вот как этот например эти какой красивый грибок вот этот их только надо в первый же день принесли сразу все же приходят ай да замочу до завтра нет нельзя завтра надо сразу сразу их вымыть капитально и не делать уже замачивать кто вот это любит вдыхать аромат от этих трав хоть сегодня понедельник смотрите-ка какой красавчик стоит под елкой вот он вот такой вот скоро уже ильин день а в ильин день с утра лето после обеда уже осень вот так вот такое наше лето суровое короткое знойное мы его ждем очень долго земляники опять у нас в крае нынче очень много земники вот в субботу мы позавчера ездили на север там прямо километры земляники у горы у горы у горы у горы она сейчас даже подешевела но участники здесь вот я тоже напала на землянику сейчас еще порезала синяво чик хотя бы у нас радость что пошли синяво чки вот уже какое разнообразие и грузди и лисички и синяво чки по как нависло может упасть любой момент и синяво скорее пройти но скорее не получится тут земляника ты вот заросли тут выше человеческого роста я говорю это надо любителем быть кто это не может прочувствовать так лучше и слушать вот этот трескотню кузнечиков не всегда после обеда в конце лета вот начинают стрекотать здесь опять земляника не знаю какую схватить и много синяво чик и кульбиков много прямо здесь вот синяво чик и тут же ягодки комаров не счесть а здесь вот тоже кульбоны маленькие аккуратненькие как малюсенькие штучки так что у нас сегодня основной гриб сырые ешки и валуи пульбики и синяво очень много потому что здесь такой лес вон вешенковое дерево вот ну я вешенки не люблю беру их только на сушку компанию с другими грибами так червилы да и опять земляника целая полянка хорошо тихо я тут ягоды собираю пока грибы забросила пока поганок не попадалось сегодня еще все хорошие только а вообще вот на протяжении тысяч лет отравили люди друг друга грибами самые такие в истории классические примеры это например императора клавдия жена его агриппина отравила суп сварила ему суп из бледной поганки он покушал суп и благополучно отдал концы вот но иногда люди хотят отравить друг друга но получается наоборот что человек выздоравливает это касаемо красных мухоморов случаи даже анекдотичные есть там что вот он жена мужа хотела отравить сварила ему суп из красноголовика ойс из красных мухоморов а он поел и только стал летать как на семнадцатом а есть такие грибы они где-то в китае или в японии растут эти грибы они как-то управляют насекомыми они зомбируют насекомых ну например муравьев когда споры этого гриба разлетаются и попадают дыхательную систему насекомого там муравья скажем да муравей становится как зомби и он ползет туда где бы хорошо удобно было жить этому грибу приклеивается на листочек и как бы превращается не двигается и гриб прорастает сквозь него какой-то фильм ужасов тут и синявочки ну я считаю что пошли у нас грибы наконец-то синявки это тоже хорошие грибы иногда и рад и синявочку сорвать они эту вот сегодня хотя бы есть интерес спортивный ищешь ходишь отвлекаешься от всего так пойду-ка я искать маслята на поле я говорю у меня и так смотрят человек ну 10-15 от силы 15 это максимум основные подписчики это у меня из рукоделия а здесь трава думаете полегла нет это коровы здесь ходили лежали поэтому так примяли вот это небольшое поле я хочу этих соснах вон там молодых поискать масляток пока что ничего сколько нынче этих кобылок у нас вообще море смотрите какая земляника прекрасная крупняк так здесь ее так много просто на одном месте буквально потом зимой это все будет только вспоминаться как ходили ну у меня лично не знаю как кто во всем должна быть гармония если ее нет то надо хотя бы стараться как-то приближаться к этому состоянию я так считаю изменить мы ничего не можем или можем но очень мало нам дано не все надо как-то приспосабливаться жить как-то так ну вот мы собираем лисички тут лисичники тут ягоды тут грибы я уже сейчас все не снимаю потому что это реально невозможные ягоды и грибы и все это еще снимать в лесу так хорошо вот как уже моя скоро пора любимая начнется как будто уже август ой ой видишь это что как дым что ли какой-то стелется или или там ну что странно что такое как низовой дым какой-то мало 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 кто видит вот в этом романтику какую-то ходить вот так не сильно чистому по лесу поэтому как бы единомышленников то я особо и и в жизни не вижу себе вот какая синявочка червивая зато тут земляника есть земляника хотя бы я и то рада что пошли у нас грибы более-менее вот и нам досталось слава богу вот вот я в лес с самого рождения хожу как только ходить научилась мы с папой на велосипеде ездили и он мне например ну когда еще совсем может быть мне год может было я не знаю два совсем маленькая и он мне говорит вот встань здесь ну там пенек такой например да а я ни комаров не боялась и ничего встань с велосипедом и стой и кто будет это ты стой молчи вот я тут ну обойду и приду к вам а он видимо ходил ходил ну чего тоже молодой был еще и видимо он это место то ну потерял из виду кричит меня кричит а я молчу стою он же сказал мне откликаться и потом он вышел к нам с велосипедом такой вот типа вот здесь а я думаю так ты же сам сказал мне это молчи стой столбиком и вот мы все потом на мотоцикле ездили мне так страшно было на мотоцикле но я впереди вон а все кочки же на мотике по пашне по какой нибудь мчишься все кочки твои все чувствуешь или потом на рыбалку мы ездили уже ночь уже все сил нет обратно в темноте помню возвращаемся на мотоцикле запоминается конечно на всю жизнь если какой то период ты даже и забудешь это то потом в старости память работает так что ты помнишь начало и вот ну конец если люди забывают что то это так значит надо иначе иначе можно просто от ужаса умереть от такой жестокой жизни столько нам приходится я говорю люди они жестокие в основном не от того что они плохие они такие просто есть как вот в фильме помните влюблен то по собственному желанию что люди бегут как стадо дикобразов им холодно они жмутся друг другу и колют друг друга иглами тут такая крупная земляника в этой в этих зарослях прямо бубни но она уже прям переспелая уже кое-как ее собираю ой тут болотинка такая я хожу ну мягко слава богу что вот дождей не было а то б тут не пройти и вот на болотине на этой растет прямо земляника ой ну и тут представляете сколько насекомых и здесь вот такая едва уловимая не дорога не знаю тихий летний вечер мое любимое время идешь идешь ни о чем не думаешь самолет этот вертолет летит кстати да здесь синявки вертолет летит ну его так не увидишь отсюда вот здесь вот здесь тоже синявки потому что в этом грибячники растут кульбики синявки и красные всего три вида грибов о подлетает сюда по просеке наверно летит червивая так так ладно двигаемся дальше я просто иду мне приятно я отвлекаюсь от всего от мыслей от жизни ну пролетел я говорю он там над кросикой летит так сейчас вот надо эту болотинку пройти постараться и вон туда направо пройти вон он все во во но эта камера не возьмет мелкая сегодня неимоверное количество комаров просто неимоверное пойду я через улицу вот туда ой это что такое под ногами кульбик что ли такой да кульбончик сейчас я его ой да конок тут много ладно товарищи я тут займусь вон и синявки 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 займусь грибами я семейка вот один там эти червивые червивые и идут в таких осенках но красных пока здесь нет видимо будут попозже но запах обалденный и слышно ли вам как стрекочут кузнечики в конце лета вечерами они поют даже и без грибов иду здесь так приятно пол корзины едовых и два куля солильных набрали учитывая что много червилых попадается потому что жарко настоящие крепкие грибы пойдут в августе в конце середине когда не будет уже жары и грибы будут крепкие хрусткие вот что касается скрипунов вот они ну скрипуны скрипиться неважно как как их отличить кто не знает они более такие сухие в руке более громоздкие такие видите они вырастают вот такими огромными они невкусные не тратьте ни специи ни масла там время не тратьте свое так ну и вот мы переходим еще одну часть на другую лесу я уже не хочу нагибаться что-то за грибами сил уже нет у Михаила Михалыча Пришвина есть очень хорошие книги воспоминаний и там вот сколько он описывает свою жизнь они почти всегда голодали то была значит революция то значит война одна вторая а он был как сначала ведь чуждые элементы все такое и вот он ходил например за грибами вот сегодня набрал удалось пожарили там сварили вот три дня проживем он у него был фотоаппарат а они жили в деревне и он местных жителей фотографировал за то что они носили там молока яиц там еще чего-то а любил Пришвин всю жизнь одну женщину самой своей юности но так получилось что что они не могли быть вместе может быть она эмигрировала это он не пишет никогда нигде куда она подевалась сколько-то они у них была там ну влюбленность еще до революции видимо какое-то время они были счастливы ой сколько тут уже переросшие не буду наклоняться даже и так он всю жизнь больше никого не любил но жизнь заставила и он сошелся с такой ну можно сказать с неграмотной женщиной деревенской но она была очень добрая ну тут видите много но не хочу так вылезаем потому что она была очень добрая такая мудрая своей такой деревенской природной мудрости и прожили они вместе всю жизнь я иду по такому сырому месту по болотинке и нога мягко уходит вниз вот поэтому я стараюсь ступать осторожнее сейчас попытка будет пробиться в одно место такое так называемый камышатник я его так зову там непроходимое место но не хочется вот туда там через пять лесов идти хочется вот тут через камышатник попробовать но что-то чувствую что там нам не пройти у нас в этом году нашествие бабочек даже это отмечают и специалисты и по телевизору даже показывали всякие бабочки и ценные и малоценные последние уже метры я иду вот так вот еле-еле жарко ноги путаются тяжело и комары особенно когда наклоняешься каждые две секунды приседаешь грибы резать хочется уже на выход но я зайду проверю вот этот лес еще столько шлей еще ой как-то ноги проваливаются в мох в топкий мох ну вот зайду сюда лисички в хорошее время здесь бывают белые когда идет их волна так сегодня тут сегодня тут похоже ничего нет кололась так ну тут маленькие еще вон тут лисички ура 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 попали еще на лисички так нормально тут еще все снимают ролики что у них уже прям лисичек лисичек но у нас вот грибы только-только пошли сегодня вот такой хороший выход грибной ходишь не просто так интересно ходить и главное люди то еще не ходили никто ты идешь по девственным местам нет срезанных нет раскуроченных и это приятнее вдвойне ну какая-то синявка ладно возьму проверю если вы пришли устали не хотите грибами сильно заниматься просто почистить их ну так почистить грязь большую убрать и в сушилку высохнуты приходится возвращаться тем же путем потому что сзади пути нет не получилось пройти там непроходимое место а то хотели попасть еще в один лес поэтому сейчас пока идем вперед вон на тот лес который впереди ну вот выбираемся мы из лесочка уже не хочется больше собирать надоело устали хотя тут еще ходить так еще насобираешь но нам еще потому что идти далеко очень кульбячник он себя сегодня не подвел нас грибов дал нам слава богу сейчас нам еще потому что через два леса идти и потом полями пойдем до деревни так ассортимент сегодня какой сыроежки один красноголовик лисички валуи валуев можно сказать большущая корзина и корзина вот вот синявки с лисичками тут и ягоды ну хотя бы для начала нормально белых не попалось ни одного потому что в тот лес не смогли пробиться там ну там болотина через нее не смогли пройти потому что начали гонять коров по лесу и они сбивают полностью все все дороги видите вот это все они тут бродили какие дороги более-менее ну не дороги а тропы есть в лесу они коровы все это сбивают в месиво получается болото и не пройдешь такой вот сегодня был ну для меня выход в лес сегодня хороший я отвлеклась от всего пособирала грибы ну кому-то может было интересно кому нет ничего не поделаешь всем удачи всем пока